Рэк-Сквер представляет Мамины и папины сказки Шарль Перро «Красная шапочка» Текст читает Анна Тимошина Жила-была маленькая девочка Была она скромная и добрая, послушная и работящая Мать не могла нарадоваться, что у нее растет такая помощница Дочка помогала ей по хозяйству А когда вся работа была сделана, читала матери что-нибудь вслух Всем нравилась эта милая девочка Но больше всех ее любила бабушка Сшила она как-то из красного бархата шапочку И подарила ее внучке на именины Новая шапочка была девочке очень к лицу И за то, что с того дня никакую другую она носить не хотела Люди прозвали ее Красной шапочкой Однажды мать решила испечь пирог Замесила она тесто А Красная шапочка нарвала яблок в саду Пирог вышел на славу Посмотрела на него мать, да и говорит Красная шапочка, ступай-ка навести бабушку Положу я тебе в корзинку кусок пирога и бутылку молока Отнесешь это ей Обрадовалась Красная шапочка Тут же собралась и отправилась к бабушке Которая жила на другом краю леса Мать вышла на крыльцо проводить девочку И стала ее напутствовать С чужими, дочка, не разговаривай С дороги не сворачивай Не беспокойся, ответила ей Красная шапочка Попрощалась с матерью И отправилась через лес к дому, где жила бабушка Шла Красная шапочка по дороге Шла, да вдруг остановилась и подумала Какие красивые цветы здесь растут А я и не смотрю вокруг Как звонко птицы поют А я словно и не слышу Как же хорошо здесь, в лесу Действительно, сквозь деревья Пробивались солнечные лучи На полянках благоухали прекрасные цветы Над которыми порхали бабочки И Красная шапочка решила Принесу-ка я бабушке вместе с пирогом Еще и букет цветов Ей, наверное, будет приятно Еще ведь рано Я к ней всегда успею И она свернула с дороги прямо в лесную чащу И стала собирать цветы Сорвет цветок и подумает А дальше вон растет еще покрасивей И к тому побежит И так уходила она все глубже и глубже в лес Идет девочка по лесу Собирает цветы, поет песенку И вдруг навстречу ей Злющий волк А Красная шапочка вовсе его и не испугалась Здравствуй, Красная шапочка Сказал волк Куда это ты собралась так рано? К бабушке А что у тебя в корзинке? Бутылка молока и пирог Мы с мамой его испекли Чтобы порадовать бабушку Она больная да слабая Пусть поправляется Красная шапочка А где живет твоя бабушка? Чуть подальше в лесу Под тремя большими дубами Стоит ее домик Счастливого пути тебе, Красная шапочка Пробормотал волк А про себя подумал Славная девочка Лакомый был бы для меня кусочек Повкусней, пожалуй, чем старуха Но чтоб схватить обеих Надо дело повести похитрей И он, что есть духу Помчался самой короткой дорогой К бабушкиному дому Идет Красная шапочка по лесу Никуда не торопится А серый волк уже Стучится к бабушке в дверь «Кто там?» «Это я, Красная шапочка Принесла тебе пирог И бутылку молока Открой мне!» Ответил волк тонким голоском «Нажми на щеколду!» Крикнула бабушка «Я очень слаба! Подняться не в силах!» Нажал волк на щеколду Дверь отворилась И ни слова не говоря Он подошел прямо к бабушкиной постели И проглотил старушку Затем волк надел ее платье Чепец улегся в постель И задернул полок А Красная шапочка все цветы собирала И когда она уже их набрала Так много, что больше нести не могла Вспомнила она о бабушке И отправилась к ней Подошла Красная шапочка К домику бабушки А дверь открыта Удивилась она Зашла внутрь и крикнула «Доброе утро!» Но ответа не было Тогда она подошла к постели Раздвинула полок Видит Лежит бабушка Надвинут чепец у нее На самое лицо И выглядит она странно «Ой, бабушка, а чего у тебя такие большие уши?» Спросила Красная шапочка «Чтоб лучше тебя слышать» «Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза» «Это чтоб лучше тебя видеть» «Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки» «Чтоб легче тебя обнять» «Ой, бабушка, а какой у тебя, однако, большой рот» «Ой, это чтоб легче было тебя проглотить» «Сказал это волк, вскочил с постели и проглотил бедную красную шапочку» «Наелся волк, улегся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть» Шел мимо охотник Услышал он доносившиеся из домика какие-то странные звуки и насторожился Не может быть, чтобы старушка так громко храпела Подкрался он к окошку Заглянул внутрь, а там, в кровати, волк лежит «Вот ты где, серый разбойник!» Сказал он «Я уже давно тебя разыскиваю» Хотел охотник сначала застрелить волка, да передумал Вдруг тот съел бабушку, а ее можно еще спасти Взял охотник тогда ножницы и вспорол брюхо спящему волку Выбрались оттуда красная шапочка и бабушка, обе живые и невредимые И были все трое очень и очень довольны Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой Бабушка скушала пирог, выпила молока, что принесла ей красная шапочка И начала поправляться до сил набираться Красная шапочка же поняла, что всегда нужно слушаться старших И в лесу никогда не сворачивать с дороги Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на наш канал Мамины и папины сказки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...